Спасибо, уважаемые коллеги, дорогие гости, дорогие студенты, все присутствующие. Я со своей стороны тоже, безусловно, присоединюсь в выражении благодарностей, но уже от, собственно, принимающей стороны, от Казанского университета в том числе, за то, что я со своими китайскими достаточно экзотическими темами тоже могу быть представлен на очень представительном, очень фундаментальном форме, которые, как я надеюсь, послужат очень серьезной отправной точкой, в общем, для рефлексий, в том числе, вот, относительно империологии, которая применительно к синологической науке, например, тоже достаточно специфично, хотя и весьма и весьма интенсивно развивается. Темой моей была заявлена, как видите, Петр Великий в реформаторских планах Кан Ювея. Очень своеобразная личность этого Кан Ювея, который, в общем, в реальности только 103 дня получил возможность в 1898 году, году под циклическими знаками Усюэй, управления императором Гуан Сюэя, вот, осуществлять некие проекты, некие планы, да, которые завершились весьма консервативным государственным переворотом, заложив вот это вот почти длившееся два с половиной десятилетия борьбу старого и нового начала в конце монархического правления в Китае, когда, например, если проводить параллели двух соседних империй, если в России все-таки слом монархии прошел, пусть и не совсем единовременно, но все-таки он был в достаточной степени необратим, то, например, в Китае на протяжении 917 года попыток реставрировать монархию было как минимум три, 16-17 года после их революции. Вот, и вот выясняется, если мы будем поднимать первоисточники, связанные вот с этими процессами, с этими глубинными процессами, окажется, что, собственно, наследие Петра Первого, его некие планы, его доступны, естественно, в источниках на китайском и на японском языках, они значили достаточно много. И вот если мы обратимся, собственно, к Кан Ювею, к его почти необозримому интеллектуальному наследию, то есть выпущенное Пекинским народным университетом, его собрание сочинений, в одном издании было 12 томов, сейчас сделано расширенное в 13-ти, это на древнекитайском языке, который в среднем более емкий, чем современный китайский язык, просто я имею в виду по количеству знаков на странице в три раза примерно. Тут можете судить, что у него собрание сочинений где-то будет, ну, если не размером с ПСС Владимира Ильича Ленина, то где-то уж половину от него точно составит. Поэтому вот если мы посмотрим, что же там содержится про Петра, то мы, в общем, увидим достаточно интересные вещи. Ну, тоже нужно, безусловно, каждый раз обращаться к источниковедческим особенностям, потому что все-таки Кан Ювей был интересен тем, что это еще последнее поколение традиционных китайских интеллектуалов, которым западные языки еще не давались. Он, хотя и прожил 69 лет, ну, 70 лет по китайскому счету, он так никогда и не освоил ни одного иностранного языка, даже японского. Поэтому он в этом плане относительно переводов, что устных, что письменных, он зависел на все 100%. В этом отношении он мог узнать о существовании Петра и, соответственно, Петровских реформ, ну, прежде всего, из фундаментальнейшего труда, картографированное описание заморских стран, да, Юаня, в котором как раз, собственно, впервые это и говорилось, что Петр изучал в Голландии судостроение и, как там дословно сказано, технические ремесла. Поэтому неудивительно, что когда Кан Ювей во время своей 15-летней эмиграции, он совершил три кругосветных путешествия, и он в общей сложности посетил около 30 стран. То есть то, что ему было недоступно в теории, он пытался реконструировать непосредственными впечатлениями. А ценность этих впечатлений-то в том, что их потом осмысливал, рефлексировал и публиковал, ну, собственно говоря, китайский интеллектуал, вот еще с традиционным мышлением, воспитанный на традиционных же географических описаниях, на литературе о чудесном, вот уже в этих выработанных китайской цивилизацией формах восприятия. Чем он безумно-то и хорош. Что он с позиции традиционного сознания рассматривал мир модерна. И вот, значит, вот он когда приехал непосредственно в Нидерланды, это был 24-й год правления девиза Гуансьюй, то есть 1904-й, он каждый раз указывает обе даты. Он, безусловно, посетил и Зандам, он там посетил домик Петра. Более того, он посвятил в Зандаме там этому домику специальное стихотворение, где, значит, говорил, что вот китайцы слишком увлеклись истинным дао, пренебрегают материальной стороной цивилизации, а Петр, значит, такой великий гений, вот он все понял. Обратите внимание, я сейчас захожу, значит, да, с традиционной логики, когда мы, значит, рассматриваем ситуацию, когда будущее отбрасывает тень на прошлое. Вот. Итак, значит, теперь можно обратиться, вот, собственно, к основополагающему источнику по реформаторским планам Кан Ювея. Дело в том, что он посвятил реформам Петра специальную докладную записку на имя императора, поданную 24 марта 898 года. Не буду утомлять, значит, традиционным китайским календарем. И обратите внимание, обратите внимание, что и в его популярном описании путешествия в Голландию, в Россию Кан Ювей так и не попал, потому что после провала его реформ он стал государственным преступником. И Россия была чуть ли не единственным государством в тогдашнем мире, которая согласилась в случае появления Кан Ювея на своей территории немедленно его арестовать и депортировать уже, значит, для законного цинского суда. Поэтому в конечном счете Кан Ювей в Россию так и не попал. Так вот, обратим внимание, что и в его популярном эссе путешествия в Голландию и в его докладной записке на имя императора постоянно цитируется Дайюань, постоянно цитируется картографированное описание заморских стран, где, ну, на наш современный взгляд, наверное, цинично, на взгляд синоцентрической, китаецентрической картины мира «Все хорошо», прямо сказано, что изучать превосходство варваров полезно и необходимо, дабы затем этих варваров обуздать. Традиционная стратагема из набора китайской цивилизации. Вот. Значит, соответственно, Кан Ювей в своем докладе на имя императора исходит из того, что Россия была страна не цивилизованной, в которой до Петра не существовало ни правительства, ни закона, дословно цитируя, достойных этого названия. То есть, в данном случае понятно, что он транслирует, ну, тот миф, да, который уже, соответственно, ему был доступен в переводах на китайский язык. Соответственно, царь-преобразователь перенял у европейцев те элементы цивилизации, которые и позволили, собственно, модернизационные мероприятия провести. Дальше, значит, Кан Ювей возвращается к своей любимой задаче, потому что, скажем, лозунги времен большого скачка Мао Цзэдуна, они же тоже не на пустом месте взялись, да, когда мы за три года напряженного труда будем получать 10 тысяч лет счастья. Логика здесь та же самая. Кан Ювей говорит, что поскольку цивилизация Китая насчитывает много-много тысячелетий, если мы воспользуемся, значит, достижениями Петра и его логикой, то мы всего добьемся в кратчайшие сроки. Меморандум на имя императора вообще достаточно интересный документ, при том, что он не очень большой по объему, там порядка 7 тысяч иероглифов, но обратим внимание, что в историографии к нему в разные совершенно времена обращались двое совершенно не схожих исследователей, потому что, во-первых, достаточно много про этот меморандум писал Сергей Леонидович Тихвинский, да, выдающийся наш китаевед, который вот буквально не дожил там пару месяцев до своего столетия, выдомаститый дипломат, один из основателей ООН, там и посол, и так далее, и современный итальянский китаевец Федерико Бруссаделли, 83-го года рождения, причем они, естественно, решали свои совершенно разные задачи. Вот, значит, от этого, вот в этих вот границах, в этих рамках я и, собственно, вот работаю. Так вот, значит, источник, главный источник, на котором я основывался, он носит название «Записка о реформах русского Петра», досложно, то есть «э пи да пиан жан дье», вот, если по-китайски. И здесь тоже очень важный момент. Дело в том, что Кан Ювэй, он же прагматик, да, он обладатель, повторяю, традиционного вот этого чиновничьего китайского сознания. То есть в этом плане он постоянно апеллирует к знакомым вещам. То есть если актуальными для Китая того времени были в соседней реформе, в соседней Японии реформы императора Мэйти, то, соответственно, он апеллирует, проводя параллели между опытом Японии, между опытом России. Да, при том, что Япония современна, Россия, ну, была там в те времена примерно за полтора века. Соответственно, соответственно, здесь очень интересные вещи, когда замыслы, обозначаемые иероглифом сердца, значит, замыслы императора Петра, они сопоставляются с институционными инновациями Джанг, которые были совершены в Японии. То есть это вот на методологическом плане очень четко прослеживается, эта структура. И, соответственно, этот текст еще удобен тем, что если мы уже обращаемся к интеллектуальной истории и мы рассматриваем мышление Кан Ювея, как историка в том числе, этот текст, он изумительно удобен, он маленький, он очень концептуально выстроен, он очень удобен для реконструкции и для демонстрации историосовских конструкций Кан Ювея. Причем именно в отношении-то к России, к Петру, они менялись очень мало его взгляды. Это он потом там многие взгляды свои скорректировал. Когда он приехал в Европу, откровенно писал, что вот, значит, мы тут в Китае-то привыкли видеть, что это царство небожителей, а тут я приезжаю в Неаполь, я вижу мусор на улицах, я вижу, значит, вороватую прислугу, и вообще, так сказать, где тут дворцы небожителей. Потом, правда, он тоже немножко опять это скорректировал. Поэтому, значит, вот в том числе, безусловно, то, что он мало изменил позицию, да, там за несколько лет, за десятилетия к Петру было то, что он в России так и не побывал, но вот факт остается фактом. Значит, что этот текст из себя представляет? Ну, во-первых, примерно половина всего меморандума это просто описание биографии Петра. Тоже опять в соответствии с традиционными китайскими представлениями. Потому что история, это для конфуцианца, это каталог, это каталог прецедентов, это каталог моральных каких-то прецедентов, правил, позитивных, негативных моральных моделей, которые могут быть приняты в управленческой практике или отвергнуты. Вот это вот и есть главное содержание. Но, безусловно, на Кан Ювэя уже тогда очень сильно стала воздействовать позитивистская модель историографии через японские переводы, через миссионерские переводы, да, с линейной идеей прогресса в глобальном контексте. Вот как раз в тот момент он подходил к идее прогресса, к светлому будущему, так сказать. При этом то же самое, естественно, он придерживался теории героев, однако Ван Гуавей с его проповедью «Ницшеанство и сверхчеловека» это следующее десятилетие, поэтому теория героев воспринималась Кан Ювэем по-прежнему по-конфуциански. То есть он в этом же докладе упоминает Цезаря, я с вашего позволения не буду утомлять его транскрипциями, это потому что отдельная песня, значит, Цезаря Наполеона Бисмарка, для него это только лишь проекции, только лишь проекции Дао, проекции универсальных ценностей и вневременных добродетелей, ну, собственно, это и позволяло, значит, смешивать в таком вот достаточно гармоничном сочетании опыт Китая, Древнего Рима, Великобритании, Германии, чего угодно, и России в том числе. Сам меморандум начинается, как положено, с классической цитаты из канонического комментария к конфуцианскому канону Шетин, что вводило, естественно, иностранного, то есть варварского, откровенно, правителя в китайский исторический идеологический конгресс. И этот комментарий очень важен для дальнейшего изложения, потому что в этом комментарии сказано, что каждые три сотни лет мудрый правитель обязан менять основополагающие уложения, изменять законы. И, значит, еще раз напоминаю, что прогрессивную модель развития и концепцию линейного времени Кан Ювей в тот период усвоить еще не успел, что, кстати, ему облегчало задачу. Потому что дальше он что делает? Он рассматривает российское смутное время. Он рассматривает российское смутное время, приход к власти династии Романовых, и рассматривает упадок Китая, его современности, XIX века, как некие равновеликие и параллельные ситуации. То есть поскольку на него не давит идея прогресса, поскольку он не ощущает разрыва времени, постольку он это может рассматривать во всех деталях, как абсолютно равновеликие величины. Поэтому для него царствование Петра это лучший пример, наглядный пример, и совсем недавний, преодоление упадка Великой Империи. Поэтому постоянные-постоянные параллели. То есть когда Кан Юэй увещевает монарха, а он обязан это делать как конфуцианский учитель, в соответствии с каноном, он увещевает монарха, что только в России и всех стран мира режим правления наиболее сходен с китайским, ибо, дословно цитирую, власть государя стоит на высоте, и правление твердое. И точно так же Россию при Петре и Китай при императоре Гуаньсюи Запад презирает, третирует и бойкотирует. Значит, отсюда Кан Юэй весьма импонирует, что Петр действовал в противовес мнению двора и вельмож. И, значит, еще один наглядный урок – это то, что Петр отправился в Англию и Голландию под видом простолюдина. То есть здесь, опять же, проводится весьма грубо, весьма прямолинейно проводятся прямые параллели с тем, что происходило в Китае того времени. Когда, например, значит, он сравнивает коллизию между императором Гуаньсюи и моего теткой императрицей Цисси, которая фактически всем правила. И, значит, соответственно, он говорит, что придворные Петра и Софьи Алексеевны погрязли в старине и держат молодых царей в невежестве. То есть прямая пара, опять же, параллель с императором Гуаньсюи. Императору подавался пример противодействия консервативному придворному крову. Премьер-министра Ли Хонжана, императрицы Цисси. Дальше, значит, Кан Ювей отдельно останавливается на встрече тогда еще 17-летнего Петра с Францем Леффортом, который окончательно, как он говорил, убедил его искать мудрость на Западе. То есть вот если мы сейчас посмотрим, как сейчас вот в современной синологии эти пассажи интерпретируются, то опять же у нас есть статья Федерико Бруссаделли 2020 года, в котором, значит, он трактует этот эпизод, то, что Кан Ювей подавал встречу с Леофортом Петра как своего рода буддийское просветление. То есть когда Петр, да, значит, осознал техническое и политическое превосходство европейских стран над Россией, что именно и дало молодому царю уверенность и волю противостоять чиновникам и собственной семье. То есть вот такое вот эффективное продвижение программы реформ. Но, как вы понимаете, идеологом реформ должен был выступать сам Кан Ювей. То есть это все совершенно неотделимо одно от другого. Очень важный момент. Кан Ювей уже имел готовую идеологию Мурросии. То есть вот опять же в цитируемом, картографированном описании Вей Юаня, Хайгуа Тодже, там уже, ну, сам Вей Юаня основывался на географической энциклопедии Мюре в 1833-го года и, значит, на изданиях миссионеров. Потому что именно миссионеры в Китае, английские, главным образом, они стали активно продвигать образ России как страны крайне воинственной, которая представляет страшную угрозу для всех азиатских народов. Соответственно, эта идеологема Кан Ювей была очень нужна. Прежде всего, что образ России как сурового воинственного государства. То есть, как видим, если мы сейчас посмотрим, значит, статистические опросы китайской публики несведущей, мы увидим, что эта идеологема никуда не делась, она, так сказать, вполне себе применима. И вот, для описания военной реформы Петра следующий шаг, то есть, он описывает биографию, дальше он переходит к военной реформе Петра и он тут же вытаскивает уже в то время разоблаченное подложное завещание Петра Великого. Но, согласно его логике, оно ему было нужно, потому что оно идеально укладывалось в ту логику. Завещание Петра Великого все 14 пунктов Кан Ювей цитирует целиком. Причем, достаточно близко к оригиналу. Я имел возможность сравнить. То есть, он ничего там существенного не выпустил. И, вот, кстати, с интерпретацией именно этого пассажа, то есть, переводом 14 пунктов завещания Петра Великого, связан, ну, такой достаточно курьезный момент, потому что Сергей Леонидович Тихвинский свою монографию про Кан Ювея первый раз выпустил в 59-м году, то есть, это же разгар Великой Дружбы. Более того, он же уже тогда был, там, если не генералом, то он занимал достаточно высокое положение, во-первых, в соответствующих органах, плюс он уже, значит, тогда имел третий по счету дипломатический ранг, то есть, как вы понимаете, он просто из сугубо политических соображений об этом писать не мог вообще, хотя он, естественно, имел об этом представление, он же читал этот документ. А Федерико Буссаделли об этом тоже ни словом не упоминает по очень простой причине, он просто не смог этого опознать. То есть, для него, ну, военная реформа и военная реформа, то есть, ну, вот это вот к вопросу, да, о том, что специалист подобен флюсу. Вот, есть такой недостаток, к сожалению, который сейчас захлестывает в том числе китаистов. Соответственно, описание Петровских реформ занимает вторую половину меморандума Кан-Ювея. И ключевой, тоже очень важный момент у Кан-Ювея, ключевым моментом успеха Петровских реформ была централизация. Кстати, вообще понятие централизации, центростремительности, она одна из ключевых в конфуцианском мировоззрении, это вот та самая концепция Ха, которую, к сожалению, самая распространенная сейчас интерпретация Леонарда Сергеевича Переломова, она откровенно либеральная, откровенно неверна. Она модернизирует, навестернизирует это конфуцианское положение. Потому что Переломов трактует Ха как единство через разномыслие в его интерпретации Лу-Ньюе. Ха – это, наоборот, жесточайшее тоталитарное единство. Наоборот, это гомогенизация, если точно это можно переводить. Поэтому самое главное в Петровских реформах для Китая – это сверхцентрализация. Это вообще важнейший элемент в программе самого Кан-Ювея. То есть, значит, по Кан-Ювею Петр переориентировал российские коммуникации с речных на морские. Это привело к обогащению, усилению страны через внешнюю торговлю. И это позволило эти ресурсы, позволили, используя ресурсы периферии, начать давление на центр и бороться с самовластьем удельных правителей. Дальше, значит, цитирую, то, что Петр оставил незавершенным, докончили его преемники. То есть, вот, соответственно, все эти аргументы, которые делали опыт Петра актуальным для современного Кан-Ювея Китая, они полностью соответствовали личным взглядам Кан-Ювея. То есть, в данном случае тут все было прекрасно, потому что Петр был правитель, во-первых, молодой, то есть, не зашоренный. Власть он свою получил и унаследовал по праву. То есть, соответственно, это ему мешали его законную власть получить. То есть, опять, прямая аналогия с императором Гуан-Юй. Он пользовался опытом мудрых советников, он проводил реформы сверху, не стремясь к революционной ломке снизу и руководствовался тоже очень по-конфуциански, он руководствовался общими принципами, а не частными интересами. В конфуцианстве очень жесткая противопоставление общественного гонг и частного с. Вот частное надо всячески подавлять. Это очень важно. По мысли Коньюэя, Россия по своей географической протяженности, речной сети, сложности внутреннего устройства гораздо ближе к Китаю. То есть, опыт российского Петра гораздо актуальнее, чем опыт маленькой Японии, потому что Япония ни по географическим условиям, ни по стартовым условиям, она на Россию не похожа. И вообще император Мэйди, в отличие от Петра, фигура церемониальная, которая своим сакральным статусом, значит, он лишь овеществлял и освещал в буквальном смысле идеи реформаторские, которые были разработаны победившими элитами. Да, Петр же наоборот, элиту свою формировал сам и, соответственно, лично разрабатывал проекты, значит, рестернизации России. Еще один важный момент, который зачастую упускается у нас из политкорректности на Западе то ли от невежества, то ли от того, что это им кажется совершенно очевидным. Это то, что для Кан-Ювея был важен статус до Петровской Руси как не цивилизованной страны, не западной, потому что вот это вот, вот это вот деление, цивилизация, не цивилизация, она была полностью усвоена от миссионеров, японцами тоже. Современник Кан-Ювея Фукудзава Юкичи, он все страны мира классифицировал на не цивилизованные, полуцивилизованные и цивилизованные, исходя из прагматики, что от них можно заимствовать в Японии. Цивилизованные страны, значит, это вот старый Запад плюс США, полуцивилизованные Китай и Россия, не цивилизованные все остальными, которыми интересоваться не надо вообще. То есть, вот эта проекция, она тоже присутствует, она имеется. В результате, важный момент для Кан-Ювея, то, что страна не цивилизованная, но после деятельности Петра ее статус изменился. То есть, это еще полностью соответствовало его базовой доктрине, универсалистской доктрине, в которой добродетельный правитель, потому и добродетельный, что ему открыто истинное дао, и, соответственно, то, что соответствует этому дао, пусть вне китайских культурах, он может быть заимствован примерно на благо самому себе. Ну вот, позвольте на этом и остановиться. Спасибо, Дмитрий Венич, за интересное выступление. Какие будут вопросы? Пожалуйста, колени. Пожалуйста, Дмитрий Алексеевич. Дмитрий Венич, прежде всего, большое спасибо за потрясающий интересный доклад. Настолько неожиданно для Петровского, как раз тем не менее, прекрасно выписываете во проблематике, которая обсуждается. У меня есть, может, маленькие вознуждения и вопросы. Вознуждение касается того, что вообще опыт Петра, видимо, довольно активно запуслился в, скажем так, неевропейском общем, что в том, что сейчас в английской стереографии называется «Конфаудер партис». Поскольку он явно попадал из общего опыта, тогда одна из стран, находящих в территории европейской цивилизации неожиданно за короткий период смогла создать армию, способную убить европейские армии, плод, способный сражаться с европейскими плотами парусами на разных, а мы понимаем, что мнение армию XVIII века это самое основное жидкое сооружение до этого точно производило большое впечатление. А вопрос с этим вот с чем. Вот это восприятие Петра, я, конечно, не могу сказать, что я специалист по западной Европе, а как-то что-то читал в XVIII веке, но в русском XVIII веке, опять-таки согласятся механизмы, но есть то есть ощущение, что в русском XVIII веке который воспринимался прежде всего как воин, скажем, не воинский партнер Петра может пересчитать вот по пальцам. А западные традиции это и наночки. Скажем, он с кюрёв воспринимает прежде всего как гражданского ритма. Вот как на ваш взгляд какая из этих традиций была воспринята одно китайское в Союзе. Во-первых, значит, я должен сразу сказать, что Кан Ювэй он пользовался этой традицией уже, наверное, даже в четвертичном виде. По-другому это сказать нельзя. То есть сначала ему были доступны, повторяю, ему самому через его учеников, через его ту же самую дочь, которая владела языками, ему были доступны прежде всего английские переводы и переводы с японского, которые были сделаны опять же с английского. Но тут ситуация какая. Тут надо поднимать просто все подшивки сейчас уже тоже оцифрованные, допустим, Chinese Repository, этого общего миссионерского издания, которое выпускалось, тогда еще Макао до основания Гонконга, надо смотреть британские энциклопедии, которые издавались в начале 19 века, все самое свежее. То, что мне удалось поднять, ну естественно, исходя из сугубо прагматической задачи, то есть мне нужно было определить оригинал, откуда они вот это все делали. Здесь, как ни странно, действовала британская традиция, которая на первое место выставляла именно деятельность Петра как воина. В этом плане она вот стыковалась, она стыковалась с российской в том числе. Но прямого влияния, к сожалению, российских источников всего остального на Кан-Юуэе не было вообще. Это позже, это поколением позже, это Суньяцен, который в британской библиотеке общался с нашими народниками, вот, и потом уже, когда пошли первые китайские марксисты, которые уже, безусловно, приехали сами в Москву. Хотя им еще предшествовали толстовцы, кстати, тоже очень важный момент. И вот, ну опять же, стык учеников Кан-Юуэя с толстовцами, это опять следующее десятилетие. Более того, даже Джан Чхан, значит, он вместе с нашим воскресенским толстовцем, они перевели на русский язык биографию Ли Хон-Джана, того самого, значит, министра иностранных дел и премьер-министра Китая, который, в общем, достаточно интересную роль сыграл в жизни самого Кан-Юуэя. Биографию это написал его же ученик Лян Цычава. Вот, вот, вот. Но опять это следующее десятилетие. Поэтому, поэтому только миссионеры, только традиция начала 19 века британская, которая, безусловно, к той же французской, например, была вторичной. Вот. И она выдвигала, естественно, в прагматическом духе, ну понятно, откуда это все бралось, да, с первой континентальной блокады, со всех остальных этих вещей. То есть, изначально это было негативно, этого негатива китайские переводчики не осознавали, потому что у них не было масштабной линейки. И поэтому они задействовали те элементы, которые им казались знакомыми, которые они, опять же, могли использовать в своих собственных целях. Вот как-то так. Еще будут вопросы? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Татьяна, я не думаю. Дмитрий Евгеньевич, спасибо большое за ваш интересный доклад. А у меня вот небольшое такое, ну не знаю, может быть, для информации, для рассуждения скорее. Вот, ну известно, что это был стереотип, то, что западноевропейцы, ну начиная с первых контактов с нашими, с русскими людьми, ну то есть с 16 века взять, и вплоть до 19 века считали русских варварами. Я встречала высказывания также русских, а не русских людях, населявших империю, которые тоже называли их варварами, в свою очередь. У вас прозвучало в докладе, что значит ваш герой, он тоже говорил, что вот Россия варварская страна и так далее. Но насколько было это распространено и типично, не только для него, ли это было все-таки принято то же самое. Спасибо огромное. Мне, видимо, следовало специально это оговорить в контексте, потому что мне, как китаисту, это знакомо и понятно. Дело в том, что официальная идеология Цинской империи тогдашней, она была Китая-центрической. То есть китайский, иногда Маньчжурская была династия, но это не важно в данном контексте. В любом случае Китай воспринимался как срединное государство, то есть центральная часть мира, причем Кан Юэй даже когда уже перешел на позиции универсализма в его глобальном проекте будущего мирового устройства, например, вот такая вот своеобразная сакральная география его трудов, она все равно остается Китая-центрической. Соответственно, по китайской системе все было достаточно просто очевидно. То есть это система мироздания, восходящая к эпохе неолита, когда квадратная Земля сверху перекрыта круглым небом и, соответственно, не все регионы Земли под небо попадают. Вот эти четыре угла, которые из-под него выбиваются, это есть обиталище варваров, которое классифицируется по четырем сторонам света. То есть в данном случае, например, когда впервые произошло столкновение китайцев с русскими на Амуре в середине семнадцатого века. Значит, сначала там тоже это все классифицировалось достаточно просто. То есть это, опять же, жители севера, то есть на севере монголы. Значит, за монголами что-то очень похожее, но, правда, побелее, и носы у них подлиннее. Цитирую, опять же, дословно. Вот. Ну, а, значит, когда казаки показали свои высокие боевые качества, им-то и придумали название лосы, которая, во-первых, уже существовала, вот опять, да, вот эта особенность китайского исторического сознания, уже имелся прецедент. Этот термин уже был в другой, правда, иероглифической записи. Охранная русская рота при монгольских императорах в тринадцатом веке. Тоже лосы. Но это лосы, это еще и буддийский ракшас, злобный демон ада, порождение черного севера. Север ассоциируется с черным цветом, со стихией воды, холода, вкус его гнилостный, металл его железа. То есть, как видите, все это выкладывается в этот классификационный ряд традиционного китайского сознания. Я говорю, что в чем ценность Кан Ювея, что он был последним китайским конфуцианцем, который вот с этим набором у себя в голове он осмысливал современный ему мир. И, в общем, ухитрялся делать достаточно нестандартные выводы. Поэтому, когда я использую термин варвар, я использую его в техническом смысле. Это иероглиф «и», который обозначает всех не китайцев, классифицированных по сторонам света. То есть, какой они... Ну, тут тоже тонкость. Кан Ювея ведь уже не мог говорить, что все варвары без исключения не уступают цивилизации срединного государства. Потому что это было не так. Потому что вот он в своей автобиографии, которую я, кстати, как раз и перевел и издал на русском языке, он же писал, что когда он попал в первый раз в Гонконг, ему тогда было 19 лет, он был прежде всего чем поражен чистотой улиц, тем, что эти улицы мощеные, тем, что полиция эффективна. И дальше совершенно фантастическая опять же фраза, что мы не можем относиться к британцам как к обычным варварам. То есть, они варвары, но не стандартные. В том смысле, что в материальном смысле они кое в чем, кое в чем, да, значит, превосходят срединное государство. Поэтому скорее в данном контексте это технический термин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова